Подарить маленьким пациентам небольшую библиотеку, чтобы не скучали в очереди, с такой инициативой выступили участники городского конкурса «Ученик года». Ребята собрали небольшую коллекцию из детских книг и передали ее третьей городской поликлинике. О первых впечатлениях читателей смотрите далее. Главное – хорошо закрепить, чтобы было безопасно для детей, которых в поликлинике номер три немало. Это одно из самых больших лечебных учреждений города. Каждый день сюда на прием приходят около ста юных влагжан, и порой им бывает скучно сидеть и ждать своей очереди на прием. Помочь малышам решили участники городского проекта «Ученик года» – сделать в поликлинике мини-библиотеку. Все равно ведь книги, мы их читаем, и потом из них вырастаем, и они остаются, ведь мы можем ими поделиться с другими детьми. И вот мы решили провести эту акцию, чтобы в поликлинике дети пришли, и пока ждали, могли книжки полистать. Мы брали книжки с картинками, красивые, интересные. Книги собирали в своих школах по знакомым и друзьям. Пока в поликлинике только часть. Присоединился к доброму делу школьников и депутат Законодательного собрания области Денис Долженко. Он тоже принес книги, но самое главное – предоставил стеллаж для маленькой библиотеки. Книги, которые я сегодня передал, это, можно сказать, мои книги, на которых я вырос, вместе с дочкой читал. Книги, собранные моими друзьями, помощниками. Также мы передали ряд новых книг, это наших авторов Ехалова, Белова. Я думаю, что ничего страшного, если люди опять-таки смогут взять эту книгу, почитать, вернуть. Это во многих европейских странах существует. И в Алакжане сразу оценили нововведение. Нашлись и первые читатели. Очень хорошо. Пока в очереди сидим, они посмотрят книжки. Он сейчас очень любит полистать, посмотреть. Мини-библиотека в поликлинике – одна из множества акций, которые проводят участники конкурса «Ученик года». Это предпоследний этап проекта, за победу в котором борются около 20 человек. Этот конкурс проводится в Вологде уже в четвертый раз. Его организаторами выступают молодежный центр «Горком-35» и городской ученический совет. Подведение итогов состоится 26 апреля. На торжественной церемонии назовут победителей по пяти номинациям и абсолютного лидера, обладателя звания «Ученик года-2016». Юлия Савинцева, Михаил Протасов, «Вологда. Портал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова